всем привет с вами лайн в сегодняшнем четвертом уроке я вам покажу небольшой несложный эффект под названием focal plane или по-русски фокальная плоскость сейчас я наглядно продемонстрирую отличие сцены с этим эффектом от сцены без него чтобы поняли что он из себя представляет итак смотрим итак первым делом открываем наш сцены как обычно создаем новую сессию загружаем карту кидаем сюда модель я наверно аминирую ее взял анимацию бега но без каких-либо оружия не буду время так что мы делаем дали дали создаем новую камеру переключаемся на нее так и суть эффекта заключается в чем а в том что он у нас действует параллельно с камерой для начала мы оставляем ключики а затем по этим ключам не будем добавлять итак ставим наши расставляющие позиции итак мне еще итак очень итак итак и а и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, чтобы все равно совпадало, чтобы была позиция именно этого ключа. На экране жмем правой кнопкой мыши, дисплей, шоу-фокал-плейн. Видите, появляется розовая пленка. Ну, это сам фокус. Продолжение следует... На вот этой панели... Кнопочку Apache... Это... Интенсивность... То есть, чем дальше, тем смазывание будет... Больше и больше... Но я вам не советую увлекаться этим... Так что до конца, в принципе... В принципе, хватит даже середины. Кнопочка focal distance... Это, как вы понимаете, фокальная дистанция. То есть, чем мы дальше это двигаем, тем фокусировка будет у нас удаляться. Но нам нужно, чтобы фокусировка шла именно на нашей модели, на нашем игроке. То есть, чтобы во время движения камеры наш игрок виднелся четко, а то, что идет вокруг него, немножко смазывалось. Поэтому мы делаем так, чтобы эта розовая пленка как бы слегка... Точнее, не слегка, даже чтобы она выходила за нашего игрока, но далеко не уходила. Примерно вот так вот. И на каждый ключ, что интенсивность, что фокальную дистанцию мы изменяем. Примерно вот так вот. Все. Дистанция сделана. Итак, проверяем. Как видите, везде наша пленочка находится немножко позади нашей модели. Ага, где-то вот здесь мы упустили. Где-то здесь было. Ну все. Далее мы просто, как обычно, сохраняем нашу камеру. Файл экспорт. Файл экспорт. Так, давайте мы изменим фпс. Файл экспорт. Файл экспорт. Ну и ставим соответственно формат. Файл экспорт. Так. 1024. Можно наставить. Все настроено. Нажмем на спортмуви. И как вы видите, вокруг нашей модели идет смазывание. То есть, при движении сейчас. Здесь вот немножко вы видите тоже снизу смазывание. А сама фокусировка идет на, как бы, центре. И именно наше тело, наша голова, она должна будет быть без смазывания. Довольно-таки красивый эффект при просмотре данной сцены, данной вот 3D. Когда вы делаете, зритель как бы немножко фокусируется именно на самой модели. То есть, не то, что там сзади деревья, сзади стены. А именно фокусируется на самом действии. И, если честно, это действительно полезно очень. Потому что привлечь зрителей к самому процессу анимации, это очень важно. Чтобы они не бегали там по краям. Сцены там выглядывали что-то и смотрели именно на сам процесс. Ну, то есть, вы можете поэкспериментировать с интенсивностью. То есть, можете делать больше. И, соответственно, смазывание будет идти все больше и больше. Но мне лично это не нравится. Потому что уже будет такой эффект смазывания. То, что, как бы, качество немножко... Такое чувство, что качество немножко портится. Поэтому, будьте осторожны со своими экспериментами. Так, ну, а на этом урок закончен. Ждите новых. Подписывайтесь. А с вами был Лейн. Всем пока. Ну, а на этом урок закончен. Ждите новых. Подписывайтесь. А с вами был Лейн. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok